Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. Солнечное утро 6 апреля, на лоджии достаточно тепло и сейчас хочу предложить вашему вниманию, в каком состоянии находится моя рассада перчиков. Рассада перцев стоит на подоконнике, на лоджии. Всего рассады не очень много, сладких перцев 30 штук и жгучих перцев 6 штук. Сразу замечу, что жгучих перцев в этом сезоне выращиваю побольше, чем обычно. Дело в том, что мы приспособились их сушить и получается очень хорошо, поэтому и хотели собрать урожай побольше. Остальные перцы сладкие. Сортов немного, в основном это старые, надежные, проверенные сорта. Кратко напомню, что перцы были посеяны 2 марта. Вот стоят метки, сделанные перманентным, не смывающимся маркером. Грунт использовался свой, состоящий из двух компонентов. Из огородной земли, из-под хорошего предшественника и из компоста. Пропорции 1 к 1. Конечно, грунт получился тяжеловатый, но магазинный торф я покупать не решился, а своего запасти не удалось. И вот перцы были посеяны на глубину 1 см. Как всегда, применял загущенный посев, не менее трех семян в стаканчик сеял. Выращиваю перцы без пикировки, поэтому грунт был изначально насыпан примерно наполовину. Поскольку перцы первое время стояли в квартире, подсветки не применяю, то они начали тянуться и по мере роста перчиков, грунт был подсыпан. В некоторых стаканчиках уже подсыпка закончена. В некоторых еще предстоит грунт немного подсыпать. Перцы неплохо дают корешки после подсыпки дополнительно. Это совершенно точно. Лично проверял, раскапывал, смотрел. Так что для перцев это очень даже неплохо. Подсыпать их можно. Вчера как раз сделал полив. Поливаю сейчас перцы 2 раза в неделю. Перелива не происходит, поскольку рассады немного. Поливаю аккуратно. Стаканчики по пол-литра без дренажных отверстий. Если поливать аккуратно, то дренажные отверстия не нужны. Зато с них не сыпется мусор. И на мой взгляд так удобнее. Высадка перцев будет производиться в тепличку в середине мая. Так что времени впереди еще немало. И хотя видно, что перцы немного отстают по сравнению с прошлыми годами. Из-за прохладной погоды. Но это не страшно. К моменту высадки они будут в хорошем состоянии. Весна в этом сезоне пасмурная. Поэтому на лоджии тоже довольно прохладно. Днем в пасмурную погоду здесь градусов 15. Ночью 5-10. Вот только солнышко когда выглядывает, становится жарко. И перцы растут не очень активно. Но все время они находятся на лоджии. Я считаю, эта закалка им не повредит. А то, что отстают, это никакой проблемы. Они потом нагонят. Видно, что перцы не очень ровно растут. Некоторые выглядят побольше. Вот, например, некоторые заметно меньше. Почему такое происходит? Дело в том, что грунт тяжеловат. И возможно при посеве. Хотя и сеял загущено. Глубину 1 см не везде тщательно удалось соблюдать. И вот некоторые перцы взошли и растут с запозданием. Вот, например, в этом стаканчике. Оставил пока 2 перчика. Поскольку они сильно отстают. Друг что-нибудь еще произойдет неприятное. В остальных стаканчиках принято решение оставить перцы по одному растению. Раньше я выращивал всегда по 2 растения. Так высаживал в грунт и так они плодоносили. Но поскольку в этом сезоне перцев столько много не нужно. И с целью упрощения ухода потом за ними. Они будут расти более просторно. Решил оставить для эксперимента по одному растению. Когда-то так и выращивал. Потом перешел на 2 растения в стаканчик. И вот сейчас возвращаюсь к старому методу. И перцы, видно, растут не очень равномерно. Это не очень хорошо. Но в целом каких-то уж очень плохих ростков нет. Рассада более или менее в нормальном состоянии. Хотя бывает, что вся ровненькая, красивая. В этом сезоне так не получилось. Рассада немного отличается. Кратко покажу по сортам. Возможно, кому-то это покажется интересным. Вот сорт апельсин. Очень хороший перец. Оранжевый, вкусный, сладкий. Ну, правда, не крупный. Но отказаться от него я не могу. 4 стаканчика. Гладиатор. Желтый, крупный, мощный перец. Вот 6 стаканчиков этого перца. 6 растений, естественно. Вот перец-купец. Это мой любимый сорт. Побольше его немного. 8 растений. И 8 стаканчиков будет. Ну, возможно, вот отстающие оставлю 2 растения все-таки. После того, как перцы прореживаю, часть из них удаляю. Часть саживаю и раздаю друзьям. У кого с рассадой еще хуже, чем у меня, дела обстоят. Оставляю самые сильные ростки. Вот видно, что в некоторых стаканчиках эти ростки оказались не по центру. Страшного в этом ничего нет. Они будут расти точно так же. Так что на это внимание обращать не стоит. Может быть, не так красиво, когда сбоку росток. Но это никакой роли не играет. Следующий сорт перца это ласточка. Очень хорошо известный многим огородникам сорт. Довольно надежный, неприхотливый. Хочу заметить, что я выращиваю не самые крупные, какие-нибудь очень уж такие эффектные сорта. Я стараюсь выбирать сорта надежные, но которые гарантированно дают урожай в самых сложных условиях. Поскольку для меня это более ценно. Вот перец морозка. Тоже очень известный сорт. Он немножечко, пожалуй, в среднем отстает от других сортов. Семена, видимо, попались чуть похуже. Но в целом тоже растет нормально. Вот это перец турецкие змеи. Он всегда немного более рослый. И такой более поджарый, если так можно сказать, более стройный. Он растет нормально. Это очень интересный сладкий перец. Длинненький такой. Очень сладкий, очень красивый. От него отказаться не могу. Вот, собственно, и все со сладкими перцами. Жгучих перцев у меня всего 6 штук. Жгучий перец более неприхотлив. Поэтому выглядит он всегда чуть-чуть получше. Как правило, опережает сладкий. Сорт народной селекции. Название сказать не могу. Хороший жгучий перец. Пробовал разные новые сорта. Но они оказались похуже. Никаких подкормок к рассаде не делаю. Баловать рассаду я не считаю нужным. Пусть она на первом этапе встретится, может быть, с какими-то трудностями. Но получит определенную закалку. И после высадки в грунт, ей будет намного легче адаптироваться, чем изнеженной рассаде, как у некоторых огородников. Конечно, такая рассада выглядит красиво, но приживается сложнее. А вот такая, может быть, скромная рассада, на первый взгляд, она в грунте чувствует себя хорошо. Наоборот, в грунте ей намного лучше, чем в стаканчиках. С учетом того, что сейчас довольно прохладно и грунт довольно тяжелый, конечно, рассаде приходится нелегко. Но делать нечего. Пока ничего ей лучше предложить не могу. Надеюсь, она на меня не обидится. И потом в грунте даст хороший вырожай. За перцами сейчас практически никакого ухода. Осталось только подсыпать грунт в стаканчике, где он еще не подсыпан. Поливы провожу, как всегда, теплой, отстойной водой. Собственно, да и все. В помещение рассаду уже не заношу. Все время стоит на лоджии. Правда, в нашей местности приходит похолодание. Барнаульцы знают. Будет заметный минус и будет пасмурно. Посмотрю, конечно. Но вряд ли температура на лоджии будет очень сильно понижаться. В крайнем случае, можно будет на ночь заносить снова в квартиру. Место на подоконнике. Там для рассады имеется. Но последнее время вся рассада стоит на лоджии. И считаю, что ей это только на пользу. Какой можно подвести итог? Рассада перцев в этом сезоне немного отстает. Взошла, может быть, не очень равномерно. Но зато не было выпадения растений из-за черной ножки. Хотя грунт тяжелый. Но этого не произошло. Потому что поливаю не под корень. И не нужно никаких препаратов. Без этого вполне можно обойтись. Так что, несмотря на то, что рассада, конечно, не идеальная. Думаю, она себя еще покажет. Чего и пожелаю всем огородникам. Хорошей рассады. И перцев, и других культур. Хороших урожаев. Всем всего самого доброго. До свидания.